8 апреля в Центре цифровых трансформаций Казанского университета стартовал хакатон LingvaHack, цель которого создание прототипа тренажера для переводчиков по-любому из иностранных языков. Мероприятие было организовано благодаря сотрудничеству двух институтов Казанского университета. Института международных отношений и института вычислительной математики и информационных технологий. Проект направлен конкретно на лингвистику, а точнее на проект для переводчиков. Хакатон несет в себе цель не только информационную. Здесь проходят как мастер-классы, где участники повышают свою квалификацию, находят для себя что-то новое. Но главная цель хакатона это чтобы каждая команда получила свой конкретный проект. Команды уже пришли нацелены, готовы, собраны под то, чтобы реализовывать конкретную прикладную задачу. И мы окажем все возможное, чтобы им в этом помочь. Во время хакатона участникам необходимо создать прототип тренажера для переводчиков по любому из иностранных языков. Для решения данной задачи будет всего три дня. Участников ждут интересные встречи с экспертами и командная работа с трекерами. Помимо этого во время хакатона будут проходить лекции, семинары мастер-классы, метап от компании партнеров Казанского федерального университета на интересующие студентов темы. У нас было подано много заявок. В итоге приехали 9 команд. У нас сейчас около 40 участников. Это как совершенно неопытные участники из Алицеев, так и опытные. В частности из Иннополиса приехала международная команда. Центр развития компетенции универсам плюс, которым руководит Ольга Донецкая, уже более 20 лет занимается подготовкой переводчиков в сфере профессиональной коммуникации. В Институте международных отношений есть высшая школа иностранных языков и перевода. Они в первую очередь выступили инициаторами проекта. Нам реально хотелось бы иметь тренажер для переводчиков. Это нужно как для практических задач, так и собственно говоря для научных. Лингвисты должны в команде подсказать, какие компетенции переводческие, какие навыки переводческие. Можно тренировать, раз мы говорим о тренажере. Далее они выступают уже как методисты. Рассказывают не только, что можно тренировать, но и как можно тренировать. Расписывают ходы, последовательные шагов и уже программисты своими средствами воплощают это уже в цифровую сферу. Мероприятие продлится с 8 по 10 апреля. Победители Хакатона наградят памятными призами, сертификатами об участии и денежными призами.